Пожароопасный сезон объявлен в Челябинской области с 5 апреля. Экстренные службы перейдут в режим повышенной готовности. В лесах усилят патрули. Наблюдать за обстановкой в Уральском федеральном округе теперь будут и видеокамеры. Регионы УРФО вводят умную систему раннего обнаружения природных пожаров. Как она работает, Мария Геева выяснила. Установка камеры наблюдения. С высоты в 55 метров она будет следить за окрестностями города Лабытнанги. Ямало-Ненецкий автономный округ. Задача техники – оперативно обнаружить пожар, пока он не распространился, и сообщить об этом диспетчеру. 32 миллиона гектаров – это площадь лесов Ямало-Ненецкого автономного округа. Населенных пунктов мало, дорог тоже. Добраться до места пожара зачастую бывает сложно, поэтому так важно обнаружить очаг возгорания как можно раньше. За прошлое лето на Ямале потушили 305 природных пожаров. Площадь – больше 170 тысяч гектаров. Теперь спасать уральские леса будет система видеонаблюдения. Возле девяти населенных пунктов установлены 22 камеры. Все данные поступают в единый центр. Эта камера расположена у нас в районе аэроборта города Салихард. Она сейчас находится в патруле. Вот она делает шаг. Эту интеллектуальную платформу раннего обнаружения лесных пожаров разработали в Ростелекоме. Она собирает данные из камер в режиме реального времени. Если замечает дым, издает звуковой сигнал и выводит на экран оповещение. Оператор проверяет записи и вызывает пожарных, если необходимо. Мы в любой момент времени можем вернуться к любому из кадров. Это очень полезно тогда, когда нам непосредственно нужно посмотреть момент возгорания, например. Система покажет ближайшую пожарную часть, поможет рассчитать площадь, охваченную огнем. Предскажет распространение, опираясь на прогноз погоды. У нее радиус здесь в районе 30 километров. Соответственно, в районе 30 километров вокруг 8 пунктов они будут территорию просматривать и, можно так сказать, защищать. На котельные или бани в платформе ставят так называемые маски. И программа не реагирует на дым и тепло от них. Систему придумали прежде всего, чтобы не подпустить лесной пожар к поселкам и городам. В текущем году мы планируем оснастить еще 15 населенных пунктов. У нас предусмотрено 20 миллионов на эти цели. Меньше леса сгорит, меньше угроза населенному пункту. В конечном итоге жизнь человека будет сохранена. В округе в единую цепь объединяют сразу несколько систем мониторинга. Они фиксируют пожары и считают затраты на тушение. И составляют карту потенциально опасных участков. В общем, дают полную аналитику. В Ростелекоме предлагают включить в систему еще и оповещение. Это при возникновении пожара, соответственно, когда подойдет к населенному пункту, либо будет уже в опасной зоне. Автоматическое оповещение о населении, чтобы вовремя провести эвакуацию, чтобы никто не пострадал. К системе раннего обнаружения лесных пожаров уже присматриваются в Ханты-Мансийском автономном округе и Пермском крае. Мария Агеева, Павел Головин, ОТВ